доброе утро дорогие друзья с вами обеер станкевич сегодня у нас 15 каст из серии завтрак с библии и я пообещал что сегодня мы будем разговаривать на злобу дня но не получилось потому что вчера я вписался знаете на что я бизнес-тренер я вписался в один из тренингов в котором я являюсь капитаном одной из команд то есть помогаю фактически главному тренеру этого тренинга вести команду к успеху получению результата и вчера на его тренинги я услышал несколько вещей которые для меня были просто но они полностью противоречит да и слову божьему и тому что что мы вообще должны делать и как мы должны жить и как мы должны вообще себя вести и так далее я уже подумал вчера может отказаться потому что есть ну до этого ничего там не противоречило как бы тут вдруг раз и какие-то там чуть ли не призывы к прелюбодеянию да и я уже подумал позвонить ему искать все я с тобой больше не работаю потому что ну противоречит моим убеждениям потом я так подумал на самом деле я здесь в этот тренинг пришел не столько для него сколько для команды которая меня выбрала и оказал доверие вчера был такой бой за то чтобы вступить в нашу команду и за это я благодарен каждому из тех кто к нам вписался я думаю что я не думаю я знаю получить очень много очень ценной информации очень ценных вещей как когда вы будете с нами работать вы сегодня утром уже были на нашем тренинге и я думаю уже получили очень много важной полезной информации так вот я просто для тех кто кто это тоже слышал и у кого это немножко то есть вызвало какую-то отрицательную реакцию я хочу напомнить что иисус в разговоре с фарисеями в том числе сказал что вы знаете что моисей говорил что нужно побивать камнями прелюбодея прелюбодейку если они совершили это но он даже усугубил эту заповедь он сказал что даже если мы посмотрели с вожделением на женщину то мы уже прелюбодействовали то есть в сердце своем прелюбодействовали поэтому вот эти предложения поставить себе цель например найти кого-то на стороне если кто-то если кому-то совсем там чего-то не хватает жизни то я их воспринимаю конечно как противоречащие полностью моим убеждением и полностью пророчить противоречащие противоречащие слову божьему но тем не менее я здесь ради команды нас иисус учил прощать я простил это высказание думаю что просто называется черт попутал будем молиться чтобы этого не было потому что человек все таки ну во первых имеет хорошие ценности в жизни то есть если бы он имел плохие ценности я бы к нему не пошел не учиться не работать с ним во вторых он все таки так или иначе христианин ну понятно есть люди которые считаются христианами которые библию никогда не открывали но тем не менее это один из моих братьев в иисусе христе и я хочу чтобы он был все таки более-менее ну более-менее адаптирован к жизни по слову божию поэтому будем молиться чтобы господь коснулся его сердце он таких вещей больше не произносил и отойди от него сатана и от нас от всех поэтому просто забудьте о том что он сказал мне принимать то близко к сердцу не воспринимайте это как что-то что может поспособствовать вашему ну будем так говорите образу жизни это на самом деле действительно черт попутал и призываться бог ему судья но бог прощает гораздо больше грехи нежели вот такие высказывания поэтому и в этом плане мы ему простим он на самом деле очень хороший человек и у него очень хорошие помыслы и очень хорошие цели и о и мы с ним потому что мы хотим чтобы очень большое количество людей преуспела в этой жизни потому что я убежден в том что бог хочет чтобы мы были богатыми знаменитыми и счастливыми поэтому я остался в этом тренинге остался с этой командой и сегодня мы провели потрясающий утренний тренинг такую 30 минутку должна была быть 5 минут когда мы 10 минут и вы провели 30 минут но сегодня мы знакомились с командой с каждым лично и я просто хочу чтобы господь благословил нашу деятельность пусть сбудется конечно его воля но не наша но я не считаю что мы в данном случае противоречим слову его я прошу молиться за то чтобы эта команда была действительно на высоте чтобы каждый участник этой команды в которой мы вот я и татьяна моя коллега мы капитаны чтобы она действительно была лучше и чтобы господь был с людьми в этой команде потому что она брала действительно хорошая тем более что часть из нее живет здесь в израиле поэтому прошу и вас за нее молиться но вот такой завтрак с библией просто меня долго мучила эта тема но вот когда я читал евангелие от матфея именно вот эти вот строки и о том что нужно прощать чтобы отец небесный простил нас и о том что прелюбодеяние даже глазами и в сердце это есть прелюбодеяние потому что бог не 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 слушает наши слова на самом деле он знает что у нас на сердце если мы живем по замыслам сердца нашего то естественно мы живем так что бог это видит все что мы делаем в тайне от людей мы делаем на глазах у бога и отвечать мы будем в любом случае перед богом поэтому я читал смотрел молился и получил ответ что нужно остаться что я здесь ради этих людей которые меня поверили и они скорее всего тоже восприняли так же как и я потому что иначе если они не не были согласны с моими ценностями они не пришли ко мне в команду спасибо им за доверие и мы будем продолжать работать завтра мы увидимся с вами в очередной раз в нашем касте который называется завтрак с библии и поговорим на темы которые господь положит на сердце завтра сегодня благословляю ваш день пусть все у вас будет хорошо все что вы задумали получилось счастья вам здоровья богатства во имя иисуса христа аминь и до встречи завтра пока